Как ты думаешь, почему музей называется Краеведческий? Да, наша история нашего края. Вот этого я не знаю, честно. Ты многое знаешь, историю нашего края? Немного. Не очень. О чем ты сегодня хотела бы больше узнать? А вот это вот музеи. А вот это об растении. Вам нравится бывать в музеях? Очень нравится. Получаю огромное удовольствие. Очень нравится обстановка музея, тишина, миротворение, спокойствие. Как бы непосредственно общение один на один с природой, с фауной, с историей нашего родного края. Вы могли бы представить себя в роли экскурсовода? Давайте попробуем, представим. Расскажите нам немного об этом зале. В этом зале представлены самые яркие представители флоры, фауны, морей нашего родного края. Например, Азовского моря, как самого близкого расположенного по территории части нашего, к нашему краю. Насколько сложна эта работа, мы решили спросить у одного из экскурсоводов музея. Сколько экскурсий вы проводите в день? Все зависит от времени года. Летом мы проводим одну-две экскурсии, а во время каникул 5-6 на одного экскурсовода приходится группа. Сложно ли удерживать внимание детей во время экскурсии? Не сложно. Если детям нравится эта экскурсия, им интересно, они проявляют интерес, то есть это наоборот приносит удовольствие. Но когда дети уставшие, их трудно внимание привлечь к отдельным экспонатам. Вы, наверное, сильно любите свою профессию. Вы с детства хотели стать экскурсоводом? Нет, с детства я не хотел стать экскурсоводом, но придя в музей, я действительно полюбил эту профессию. Для этого нужно много знать? Да, для этого надо много знать и постоянно пополнять свои знания, для того, чтобы твои экскурсии были более интересны. Вы тоже можете многое узнать в Донецком краеведческом музее. Здесь проводятся и театрализованные экскурсии, и экскурсии игры, а еще сюда привозят различные выставки из других музеев. Сейчас в экспозиции «Восковые фигуры из Санкт-Петербурга». Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.